В эфире Наульского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Альфред Валяхметов. Здравствуйте! Очередное оперативное совещание в районной администрации состоялось в понедельник 30 сентября. Первый заместитель главы администрации Салабад Гельмиев перед началом совещания вручил почетную грамоту Федерального агентства лесного хозяйства заместителю директора Янаульского лесхоза Динару Валееву. Высокую награду он получил за добросовестный труд и большой вклад в сохранение и приумножение лесного хозяйства России. Затем руководители предприятий и учреждений района перешли к обсуждению повестки. Главным вопросом дня стало исполнение поручения главы Республики Башкортостан Радия Хабирова по пуску теплоснабжения в жилые дома и объекты социального назначения. Об этом доложили начальник отдела промышленности и строительства администрации муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан Артур Имашев, директора управляющих компаний Янаульский жилкомсервис Рамиль Вильданов. Общество с ограниченной ответственностью управления жилищно-коммунального хозяйства города Янаула Руслан Юсупов. При своевременной подаче тепла по направлениям ресурсоснабжающей организации бригады технического обслуживания ООО УЖКХ были готовы подать тепло в многоквартирные дома в установленные сроки. Стоит отметить, что к вечеру 25 сентября порывы ресурсоснабжающей организации были устранены и все 174 многоквартирных дома были подключены к теплу. На сегодняшний день основная проблема – это отсутствие тепла в концовых домах и гул в трубах после установки дроссельных шайб. На вводе в дом температура теплоносительной не соответствует нормативам, либо стоит сильный гул – это 27 домов. Всего с момента пуска тепла в аварийную диспетчерскую службу поступило 525 обращений. Бригады ООО УЖКХ работают в круглосуточном режиме, основные заявки поступают по спуску воздуха на верхних этажах. Со стороны ресурсоснабжающих организаций выступили Андрей Беспалов и технический директор ООО «Башкомунэнерго» Александр Десяткин. Система отопления в городе Инаул, она должна быть выполнена на перегретой воде. То есть это график 130 на 70, сейчас он реализуется по факту. 95 на 70 этот график отопления. Соответственно диаметры сетей, те которые на магистральных трубопроводах были заложены, они были заложены на график на перегретой воде 130 на 70, а по факту работа 95 на 70 большие потери идут при транспорте этого тепла. Эти участки, они как бы известные, их надо расшивать, но та работа, которая сейчас проделывается по поводу установки шайб, она должна способствовать перераспределению расчетного тепла из тех объектов, которые наиболее удаленные, близкие к активным потребителям, на те объекты, которые непосредственно вдали находятся от теплоисточников. То есть те объекты, которые на перегреве стоят, этот перегрев должен быть снят, а те объекты, которым тепла не хватает, на них тепло должно быть доведено. Хочу обратить внимание, что директор УЖКХ сказал, что да, действительно 27 объектов мы обошли, но в этих 27 объектах, которые первоочередные заявки были поданы, в принципе, теплоноситель пришел той температуры, которая должна быть по графику. Потому что если мы сейчас говорим о том, что график температурный 95 на 70, это 95 на 70, это именно при температуре наружного воздуха минус 34 градуса и ниже. При вот этой температуре плюсовой, это 43-45 градусов. А сейчас фактически осознавая, что нам надо наверстать тот какой-то момент, когда мы по отоплению не додавали, и на первой котельной, и на второй 60-61 градус мы даем. Вторым вопросом собравшиеся рассмотрели реализацию проекта по переходу на цифровое вещание в Янаульском районе. Напомним, что Башкортостан полностью уйдет в цифру 14 октября. Вел совещание и подвел его итоги первый заместитель главы администрации Салават Гельмиев. Одно из направлений деятельности Центра социального обслуживания населения Аль-Таир – уход и помощь пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья. Помогают им в домашних делах социальные работники Центра. Одна из них – Лилия Ильина. Ежедневно утро Лилии начинается с покупок. Список того, что пенсионерам требуется из продуктов, они озвучивают заранее. После она возвращается к своим подопечным, которые за годы совместной работы стали практически частью семьи. У меня подопечных 14 адресов и 17 человек. 17 человек, потому что у меня три семейные пары. Остальные люди одинокие. Дети живут отдельно от них. С силой возраста их, им тяжело выполнять свои какие-то домашние дела. Ходить в магазин, даже поднять пару кило продуктов, чтобы себе купить в магазине, им тоже очень тяжело. Поэтому они обращаются в нашу организацию. Мы помогаем и по дому, с уборками, сходить в магазин, сходить за лекарствами, выбрать бытовую технику какую-то или вместе пойти на прогулку. Даже есть люди, которые не ходят, с ними тоже с коляской идем в больницу. Каждый человек, каждый подопечный для меня очень ценен и дорог. Я к ним уже до такой степени привыкла, что отношусь как к родным. Как к родному дедушке, бабушке, как к тете. Силу возраста они тоже бывают. И свой уклад, свой нрав, свой характер. Но стараюсь каждому подобрать подход. Мои подопечные все очень добрые люди, очень отзывчивые. В этот день она пришла к Зинафу Миназову. Уже шестой год она заботится о пенсионере и помогает со всеми домашними делами. Ему 70 лет, инвалид первой группы. Получив еще в молодости производственную травму, он на многие годы потерял способность нормально ходить. А что с работниками я скажу только хорошие. Ничего плохого я не скажу, во-первых. Что бы ее не просили, что бы делать или что, постирать. Ну, там все-все-все женское, она все сделает. Насчет этого она молодец. Насчет продуктов тоже. Вот попросишь, это купи, это купи, это купи, это купи. Молодец она, значит, это. Юмор любит. Все, вот поговорить, все, посмеяться, все можно. Новости расскажет, что происходит. И на улице вот такие вот большие новости. Вот бывает, дома сидишь, ничего не знаешь. Все, все на ней, все на ней. Что бы не попросили, все на ней. Кончил школу 8 классов. Уезжал, сарапал в Адмуртии в радиотехнический завод. Что-то не понравилось, приехал. Может и надо было остаться, конечно. Такого не произошло. Приехал, выучился на шофера, мотоциклиста, зоочно. Потом на слесаря агрегатного сэха. В агрегатном сэхе работал ходовая часть техники, вся полностью. Им на мне было. И в итоге простуды сентрая мне на работе. Обычный день. Кушать готовлю. То, другое понемножку. Жена сама себя обеспечивает полностью. Она мне не зря сижу. Глаза сожгли. Все боксеры поехали на операцию и полностью лазером сожгли глаза. Она сама себя обеспечивает. У нас сотрудники наняли мы работницу. Гулять, да куда? Вот они вместе ходят на часа полтора-два. Так все. Слава Богу. Жить можно. Как говорится. Но охота бы, конечно, получше. Как все люди. И погулять, и все-все повеселить. А куда денешься? Никуда денешься. Приходится так жить. Обеспечиваем сами себя. Так что так пока. Слава Богу. Ничего плохого такого, как говорится, нет. С соседями общаемся. Иногда вот в окно высунулись, как этот воробей. Стоим, разговариваем, разговариваем. Общаемся. Так все нормально. Несмотря на непростую жизненную ситуацию, пенсионер старается относиться к жизни с юмором. Говорит, что был бы еще новый телевизор, и совсем все было бы хорошо. Гульнара Сиддикова, Нил Сафин, служба новостей, Енаульского телевидения. Уроженка деревни Сукулова, Дертюлинского района, Розефа Вазидинова, вот уже 58 лет проживает в деревне Истяк Енаульского района. Вместе с супругом Робиком они прожили долгую счастливую жизнь и воспитали троих детей. Два года назад Розефа Курбангалеевна овдовела. Дети уже давно разъехались и живут своей жизнью, сами воспитывают внуков. По просьбе нашей героини, ей по хозяйству помогает социальный работник Айсулу Аминова. Социального работника Розефа Вазидинова принимает у себя дома с радостью. Она мне и как дочь, и как друг, говорит хозяйка дома. Сегодня доченька Айсулу пришла с гостинцами. Поздравила меня с наступающим днём пожилых. Я всегда рада её визиту. Каждую неделю навещает, заранее звонит и спрашивает, что нужно купить или принести. Мои дети на работе. Всё время не хочу их отвлекать. Когда Айсулу приходит, я становлюсь молодой, здоровой. Вместе пьём чай, разговариваем, советуемся. Я ей даю советы, она мне. По огороду очень помогает. Очень благодарна ей. Желаю ей здоровья и семейного счастья. Социальным работником я работаю уже почти год. У меня на обслуживание 15 человек. Из них трое дедушек и 12 бабушек. Готовлю им кушать, убираюсь дома. Сама покупаю продукты питания, покупаю лекарства. Ездим мы с ними в больницу на приём к врачу. Иногда бывает, что я им помогаю, их поддерживаю в процедурах медицинских. Я к ним очень сильно привыкла. Они ко мне привыкли. Розефа Курвангалеевна всю жизнь проработала дояркой. Будучи в золотом возрасте, инвалид третьей группы нуждается во внимании со стороны. Розефа понизабывает каждый раз благодарить Айсулу за её помощь. Вот супруг умер два года назад. Очень тоскливо. В такие моменты Айсулу находит нужные слова, поднимает настроение и становится легче. Приносит газеты и журналы. Мусульманские книги читаю. Посещаю мечеть. Дети тоже помогают. И дочь, и сыновья, и внуки. Всем большое спасибо. Вот жду их на день пожилых. Тоже с гостинцами. Старость у меня счастливая, спокойная. Пока супруг был жив, все удобства сделал в доме. Бывает, езжу в Янаул за продуктами сама. Тоже помогаю соседям. Привожу лекарства. Друзей у меня много в этой деревне. Хотя я и не местная, все уважают и оказывают помощь. И родственники мужа постоянно справляются о моем здоровье. Слава Богу. Деревню Истяк я тоже полюбила. Живу здесь уже 58 лет. Дети уже выросли, разъехались. Живут своими заботами. Если они будут счастливы, то и мне в радость. Когда есть настроение, занимаюсь рукоделием, читаю книги. Живу одна на этой улице. Не хочу, чтобы здесь свет погас. Правнуки с большой любовью и теплотой относятся ко мне. Я очень жду, когда они вырастут и, надеюсь, будут помогать мне. В молодости мало кто задумывается о проблемах пожилых. И не все стремятся проводить с ними время. И не задумываются над тем, что пожилые люди могут стать их друзьями и наставниками, помогая избегать в жизни проблем. Есть люди, которые, делая что-то для других, получают большее удовлетворение по сравнению с тем, что они делают для себя. В последнюю субботу каждого месяца в Янауле проходит семейный выходной. Очередное такое мероприятие прошло в Центральной библиотеке 28 сентября. Темой встречи стала «Наука быть родителем». Воспитанники театральной студии «Овация» показали актуальную сценку на тему семьи. Депутаты Совета района Гузель Раянова и Алия Мирсаяпова ознакомили всех с деятельностью Клуба продвинутых родителей. Дети попробовали себя в мастер-классах по лепке, рисованию и аппликации. Поиграли. Сотрудники библиотеки ознакомили их с детскими изданиями. Родители тоже не сидели без дела. Для них психологи подготовили тренинги. Больше, наверное, этот выходной мы сегодня проводим для родителей, потому что у родителей всегда возникает много вопросов по воспитанию, по обучению детей. Первые открытые городские соревнования по робототехнике прошли в средней школе номер 4 28 сентября. На импровизированной арене в этот день боролись работы учеников Ямодинской и Байгузинской школ, Лицея, Станции юных техников и 4-й школы. Каждая команда представила экспертом готового к соревнованиям робота. Непосредственно перед началом практической части жюри конкурса оценили соответствие каждого робота заявленным параметром. Занимаюсь уже два года. Я пришел, когда занимался оригами и записался. Мой робот может ехать по своей оси налево-направо, вперед-назад. И у него есть датчик, он может поехать по карте, в которой есть там черная полоска, и он может по ней ехать. Сам собираю. Можно хоть какую модель собрать, и она может сделать. Например, есть датчик, чтобы видео ехать, и он туда направляется. Интересно. Ну, бывают сложности. Ну, редко только. Хочу создать какой-то робот, чтобы у него все датчики были. Мне 12 лет. Я живу в Ракаево. Хожу я в школу в село Байбезино. Там я увидел, что есть такой кружок робототехника. Мне он очень сильно понравился, так как таких деталей у меня дома не было. После этого я начал заниматься робототехникой. Но до этого, когда мне было 5 лет, я очень любила играть в свое лего дома. Так что у меня есть какой-то, ну, стаж в этом. Я могу что-нибудь построить. Но я хотела бы сделать какой-нибудь краулер. Или же, ну, какой-нибудь джип там, который очень медленно едет, но очень проходимый. Моя машинка, она очень медленно ездит, но она довольно-таки проходимая. Просто у нас еще двигатели нет хороших. Вы их не заказали. Практическая часть включала два этапа. Первая категория – сумо. В этом виде состязания победителем становится тот участник, робот которого смог вытолкнуть соперника за пределы ринга. В категории «Гонка по линии» победителем считался тот робот, что преодолел дистанцию максимально быстро. Оценивали соревнования специалисты в области электроники. Оно проводится для определения одаренности детей в плане робототехники и популяризации технических кружков нашего города. В дальнейшем победители данного соревнования будут выбраны для участия в крупном республиканском соревновании как «Роболига», который будет проходить в городе Старль-Тамак. Также есть вне конкурса участники у нас «Байгузина» и «Ямадов» на малых конструкторах робота «Видо» будут участвовать на притягивании канат. Для городского уровня, скажу, что подготовка детей на высоком уровне. Каждый подготовился достойно. В дальнейшем на следующий год уже собираемся усложнить задачи и побольше конкурсов доставить. Надеемся, что другие школы тоже подключатся к нашим соревнованиям. Поначалу дети, которые ходили не первый год, они собирают своих роботов. В дальнейшем уже под моим руководцем они усложняют и модифицируют этих роботов, тем самым приводя их уже к более модернизированным системам и вводя на конкурсы. Это все роботы, идеи наших детей. В настоящее время направление робототехники стало особенно актуальным. Современные производства практически все автоматизированы и роботизированы. И для этих ребят полученные навыки и знания – это большое подспорье во внедрении своих разработок и освоении будущих технических профессий. Гульнара Сиддикова, Айдар Садыков, Служба новостей Янаульского телевидения. 50-е соревнования по спортивному туризму прошли в городском парке культуры и отдыха 28 сентября. В состязании приняло участие 10 команд. 38 школьников из городских и сельских школ боролись за звание лучших в личном и общекомандном первенстве. Традиционно ребята состязались в трех возрастных категориях – младший, средний и старший. Первоочередная задача – разобраться со спортивным снаряжением, а после уже преодолеть полосу препятствий. Каждому участнику предстояло преодолеть на дистанции в один километр 7 этапов. И все они требовали хорошей спортивной подготовки от школьников. Этапы будут самые простые. По полосе препятствий – это ромб, навесная переправа, потом травер склон с перестежкой, бабочка – такой простой этап, но технически сложный, как сказать. Отребуют от участника ловкости рук, ног. Потом подъем, спуск спортивный и параллельный перил. Спуск, подъем у нас как бы условий здесь нету, просто имитация. Поэтому спортивный, без использования снаряжения проходится, просто руками проходится. Но спуск обязательно перчатки используются, иначе руки можно повредить. Победители командный диплом получат, ребяту грамоты. Несмотря на пасмурную погоду, накрапывающий время от времени дождь, мальчики и девочки с упорством преодолевали тропу туриста. Для более юных ребят это непростой процесс. За ходом соревнований следили педагоги и судьи. Участвовали в состязании те, кто недавно занимается туризмом, и более опытные спортсмены. Да, нас из школы позвали, сказали, кто хочет, я пришел. Мне очень нравится так. Тут очень интересно. Всякие конкурсы бывают. Ну, не конкурсы, а именно испытания, которые требуют выносливости и силовые тоже. Так занимаюсь уже четвертый год, наверное, здесь. Все получается. Занимаю обычно первое, второе место. Первый раз, когда шел, было волнительно, страшно. Как бы тяжело было. На себя привык. Пять лет уже участвую в туризме. Принимал и юные на республиканских участия в соревнованиях. Ездили в этом году на Мишкинский. На шабай ездили. Туризм нравится тем, что можно проходить этапы, можно познать себя. Насколько ты силен, терпелив. Раньше было страшно, беспокоился. А сейчас уже так, спокойно, прохожу препятствия. Препятствия. Бабочка – самое любимое препятствие. И навесная. Навесная тем, что можно, не надо проходить на руках, тяжело. А бабочка, надо на шпакат садиться. В этот день ребята получили дополнительный опыт в освоении спортивного туризма. А значит и стимул для участия уже на республиканских соревнованиях. Волонтер – это такой человек, которым руководит желание творить добро и безвозмездно оказывать помощь людям и животным. Работа волонтера нелегка и на общественных началах. Этой теме как раз и было посвящено мероприятие, проведенное работниками Дома пионеров и школьников в школе номер 4 26 сентября. Четверо ребят с этой школы приняли участие в республиканском слете в конце сентября. Они поделились впечатлениями о поездке, рассказали о тренингах, которые они посетили, устроили флешмоб вместе с остальными ребятами и признались, что они узнали очень много нового и интересного. Мы поехали от организации Дома пионеров и школьников. Были там с 21 по 23 сентября. Поездка была долгой, но довольно содержательной. За эти два дня мы узнали очень много нового, много интересного. Там просто такие хорошие ребята. Это достойно уважения. У них не было комплексов с общением, у них не было какого-то высокомерия. Это очень хорошие ребята, с которыми я провел два замечательных дня. Я очень доволен слетом и надеюсь, что попаду на него еще. Волонтерство – это в первую очередь… То есть, когда ты волонтер, ты доброволец. Ты делаешь… Ты какие-то поступки делаешь по своей воле, по доброй воле, получается. Там я узнал о том, как достичь успеха в своей жизни, что такое проект, кто такие вообще волонтеры и сложно ли ими быть. Волонтерство – это нередко какие-то интересности, важности, возможно, что-то новое. Наш район вновь присоединился к акции «10 тысяч шагов к жизни». В этот раз она была приурочена к Всемирному дню сердца и прошла на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность» 28 сентября. Перед участниками выступил кардиолог Янаульской центральной районной больницы Анатолий Потеряев. Он отметил особую важность здорового образа жизни, ведь заболевания сердечно-сосудистой системы стоят на первом месте по смертности в нашей республике. Присутствующие узнали, сколько нужно двигаться, чтобы поддерживать сердце и сосуды в норме. Практическая часть акции началась с обязательной разминки. А после того, как участники разогрелись и настроились на спортивный лад, они приступили непосредственно к ходьбе. На тропе здоровья в этот день были и те, кто увлекается скандинавской ходьбой, и просто любители активного и здорового образа жизни. Акция «10 тысяч шагов к жизни» сегодня проводится третий раз в нашем районе. Планируется проводить каждый квартал. Таким образом, основная цель этого мероприятия – приобщить как можно больше жителей, как можно больше населения к занятиям физической культуры и спортом для пользы своего здоровья. И, конечно же, очень радует, что из раза в раз участников этой акции становится все больше и больше. Сегодня к нашей акции присоединяются и малыши, и люди взрослого поколения. Ежегодный волейбольный юношеский турнир, приуроченный ко Дню Республики, прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» 28 сентября. За звание лучших в этот день боролись 9 команд из нашей республики и юные спортсмены из Татарстана. Самым старшим участникам турнира 14 лет. Но не несмотря на юные годы, большинство из этих ребят уже многие годы занимаются волейболом. Соревнование подобного плана – это возможность дополнительного роста для молодых спортсменов. Мне нравится волейбол. Я решила пойти по стопам моей мамы на волейболистка. Я уже довольно хорошо играю. Настроение хорошее. Играли мы с Татарстаном. Очень хорошая команда. Соревновались очень хорошо, но мы их победили. Ребята старались выложиться полностью. За их передачами следили болельщики и сопровождающие команд. По результатам этого турнира победителями в двух возрастных категориях 9-10 лет и 13-14 лет стали инаульцы. Таковы новости к этому часу. Далее эфир продолжат мои коллеги. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. В Янауле 2 октября ожидается пасмурная покода дождей. Ветер южный 5-7 метров в секунду. Порывы до 14 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. 749 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 10, плюс 11 градусов. По данным МЧС, по республике ожидается облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-6 метров в секунду. Порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха по республике ночью плюс 10, плюс 11, днем плюс 10, плюс 14 градусов. Нужны очки? Быстро, качественно, недорого. Гост оптика. Более тысячи моделей. Очки для зрения и солнцезащитные от 299 рублей. Очки на заказ с европейскими линзами от 999 рублей. Экспресс изготовления очков от 15 минут. Пенсионерам, школьникам и студентам скидки до 15%. Нефтекамск, Ленина, 38, Юбилейный 2, СН, Янаул, Советская 2. Не пропустите галоконцерт лучших песен вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица». Янаул. Встречай. 13 октября, 19.00, МКДЦ, улица Азина, 32. Легендарный солид Владимир Преображенский. Внимание! Только один день. 3 октября в МКДЦ состоится выставка продажа модных и элегантных, удобных и практичных женских пальто. Новая коллекция для женщин всех возрастов. Производство «Россия», низкие цены, беспроцентная рассрочка. Также в продаже пальто из плащевки, искусственные дубленки, куртки, пуховики, пальто из драпа. Не продавайте свое золото, пока не увидите наши цены. 1800 рублей за грамм золота 585-й пробы во всех салонах «Ювелир-центр». Только 28 августа в МКДЦ состоится большая распродажа шуб «Российские меха». Скидка до 50%. Ждем вас с 10 до 18 часов. Решим задачу. Цифровое эфирное телевидение в стандарте DVB-T2 дает 20 телеканалов в потрясающем качестве бесплатно. Спрашивается, как это получить? Решаем первым способом. Берем новый телевизор с поддержкой DVB-T2 плюс комнатная или внешняя дециметровая антенна. Решаем вторым способом. Берем старый телевизор плюс антенна плюс приставка DVB-T2. Правильный ответ. Цифровое эфирное телевидение. Сигнал к лучшему. Решаем вторым способом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Живей я кому сказала? Итак, из-за тебя опаздываем. Еще раз меня из-за тебя в школу вызовут. И в кого ты такой пошел? Ну купи! В классе уже у всех есть! У тебя же на прошлой неделе зарплата была. А че новый телефон? Специалисты телефона доверия окажут психологическую помощь родителям и их детям. Воспитывать сложно. Позвонить легко. Субтитры сделал DimaTorzok